И вот сейчас классическая это была атака. Иксисан, Ищевашин. Ой, плюется. Но недоволен. Вот это эмоции настоящие. Она не супер мощная, но когда она вовремя, да, острая вот такая. К линиям хорошая. Плюс Жорик их забил, реально забил. И уже сам вот это вот, 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 куда это? Куда это? Ну зачем? Бам, сразу же. И ты уже наклоняешь. Серега хладнокровный здесь. Ну-ка, Саныч, 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 смотри. Так, следующий матч, который мы хотели для вас разобрать, это снова Спартакиада, которая в прошлом году прошла. Это так же финал, финал мужской категории. Сергей Серант против Жорика. Жорика, давайте. Жорика Карпо. Мне нравится Жорика. Нашего Жорика. Вот, 3-0, вторая партия началась. Первый выиграл Серега. 4 даже 0 уже. Да, и посмотрим, посмотрим, что же будет. Серега выиграл легко. И на самом деле поражений у Жориков гораздо больше, чем побед. То есть он Серега выиграл раза, по-моему, из 2, наверное, из 7. Если не меньше. 5-0. А всего примерно сколько они сыграли? Я не знаю, да. Я не поддостовился. Я тоже. Ну, много. Ну, да. Мне кажется, это не первый финал уже. Не первый финал, не первый полуфинал, но все основные матчи выиграл Серега. Это чемпионат России, Кубки России. Игорь Борисович Назаров, тренер. Ну, и Серан, он сейчас как бы такой топ, наш топ мужского одиночного разряда. Да, Серега первый номер. А не с кем играли в полуфинале, кстати? Кто Малькова выиграл? Малькова выиграл, не знаю, кто он был. Не подготовились. Вообще, отлично, отлично, отлично. Мы по факту, мы сейчас смотрим просто, что происходит на корте. Мне кажется, Сережа играл, наверное. И вот сейчас классическая это была атака Серегина, которая постоянно приносит ему... Ее манера игры такая атакующая, агрессивная. То есть он всегда давит. Что делает Жорик? Жорик всегда играет вторым номером, и он не успевает за Серегой. То есть я тоже много раз мы поразговаривали с ним, и думал, ну как обыграть-то? Как ты будешь завтра играть против Сереги? Как ты будешь... что ты будешь делать? И я ему на самом деле советовал вот именно втянуть как раз в Мамотовскую игру. Тягучую. Да, да, но... Но взрываться нужно. Ну да. Ждать ошибки там. Да, но вот Жорику не хватает скорости, видимо. Серега по скорости его переигрывает. То есть всю атаку защита не такая. А как втянуть вот скоростного игрока? То есть, во-первых, защита должна быть просто идеальная. Да, у тебя должна быть очень хорошая защита, чтобы ты... Это тяжело сделать в первой партии, но во второй ты должен уже гораздо больше смеши его принимать, чтобы он тратил больше энергии на выход к сетке. Не знаю, я как-то вот так это видел в отношении Жорика. То есть, либо пытаться ему играть первым номером, но... Но номера тяжело. Ну да, он просто... То есть, когда начинает Жорик играть в вот-игрыш, он практически вот там будет в конце очень отличные сыграно, именно Жориком сыгранные очки, правильные, которые прям вот мне очень понравились. То есть, он это сделал очень вовремя. Но ему играть надо вот так постоянно. То есть, пока что он просто играет очень удобной для Сереги скорости. И Серантова читает. То есть, он прям сетку сейчас прочитал. То есть, он не боится даже бежать на сетку и добивать тот волан, добивать подставку, которую Жорик, в принципе, высоко сыграл. Это странная... Больше делать нужно, мне кажется, таких скрытных ударов. То есть, я вот когда даже с Личиновым играл... Перевод Горохова? Да, перевод Личинового Горохова. И я не знал, что он будет делать. То есть, у него каждый удар какой-то там с обманкой, с какой-то задержкой. Я прям в центре очень много делал таких челночных движений маленьких. Это выбивало очень сильно. И дыхание сбивало, и корпус шатало из стороны в сторону. Надо уметь надежно делать. Да. Это высокой скорости. Все это больше зависит от подхода к волану, мне кажется. И уже 5-5. Я думаю, что, во-первых, Сереге, как бы, скорость Жорика очень комфортная. То есть, он даже может себе позволить и длинный розыгрыш. Не взрываться постоянно. Ну, вот когда я, допустим, играл тоже вот одиночку, помню. Вот мне вот такие игроки, типа, вот, Вилли Ланго, типа, Пабло Биано. Ну, у них траектория какие? Они высокие, но по 10 раз до потолка. Нет, я только помню, я помню, когда я начинал просто их пытаться обыграть на скорости, у меня ничего не получалось. Я уставал, я мог одну партию отбегать, а потом все, просто умирал. А потом я, когда начал им отдавать в атаку, им отдавать в атаку, чтобы они мне били, чтобы они играли первым номером, мне стало очень комфортно. Я стал держать длинные розыгрыши, то есть, скорость просто моя падает, и я играю, потому что я знаю, что он мне не переиграет вот в этих смешах, в добиваниях, в плоских ударах, то есть, я был быстрее. И тогда, и тогда вот я начал их обыгрывать, цеплять. То есть, Жори, ну, мне тоже кажется, допустим, что ему не нужно в быструю игру Сережину тут втягиваться. Ну, вот ему надо, ему надо после, там, 10 ударов, первых 10 ударов, 10 ударов, надо их как-то выдержать. Да, 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 вот Жорику нужно взрываться, Ну, вот он сейчас откидывает, допустим, назад. И сразу атаки у Сереги нету, то есть, он спокойно защищается. Наверное, когда у Сереги... Ну, он под заднюю зону ему откинул сейчас, там тяжело его атакует. Ну, вот это уже, да, да, это к вопросу о качестве, то есть, Серега, то есть, из таких игроков, если ты ему не добросишь, он тебя накажет. То есть, ты должен все делать прямо, ну, максимально аккуратно, и чтобы летело очень глубоко под заднюю линию, чтобы к линии были удары, тогда есть шанс. Вот, вот с такого, да, вот с такого ничего он тебе не сделает. Вот подставка ответная, отличная. Но опять же, отличная подставка, но она не вовремя, потому что Серега сразу закидывает ему назад, и Жорик, он оказывается в защитной... Ну, вот сейчас 10 ударов прошло. Ну, он выдержал темп, 2-3 раза. И вот уже, вот сейчас нужно ждать, вот именно, вот, вот. Это, в принципе, было, наверное, правильно, да, но не очень вовремя. То есть, ждать, когда такой удар у Сереги будет некачественный. Вот тогда вот Жорик может это все завершать в свою пользу. Взрываться, ждать, 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 в момент... Именно, да. Ну, это пассивная игра такая получается. Ну, потому что, да, атака у Жора не такая все равно острая, как у Сереги, хотя у него очень хорошие срезки. У него очень хорошие такие глубокие укороченные с обманкой у Жорика. Ну, вот именно, что касается Смеша, если он будет бездумно сейчас бить, он быстро устанет. Серега его вот так вот растащит быстро. И когда ты ударил Смеш, пробежал весь корт, откивал назад, потом защититься тоже не так просто. Ну, Смеш все равно нужен, да, вот, как бы, Жорику Смеш, ну, хороший, он нужен. Ну, ему это, может, не хватает. У него, в принципе, есть, но он не часто им пользуется. Ему не дают просто это, вот, Серега ему не дает прямо вот так играть. Вот, вот, вот это вот. Ну, видишь, Серега это берет. То есть нужно сейчас опять ждать, вот, ждать, вот, сейчас ошибка. Вот такие вот розыгрыши, вот это вот, вот это Жорика игра, которая может приносить плоды и победы. То есть он... Ну, подождал, вот срезка. Он слез, да, вот, да, хорошая срезка, конечно, да, дальше все, дальше розыгрыш продолжаешь. Опять это противоход, отлично, это же решение. Серега сам уже потом начнет лезть и есть вероятность ошибки. И тут очень важен тоже фокус. То есть ты, если, как бы, в розыгрыше немножко знаешь, что думаешь, что там пять воланов прошло, там, десять, и ты уже думаешь, ну, все, сейчас он точно там не взорвется ничего, и ты, как бы, уже немножко расслабляешься, а у нас такой там выйдет какой-нибудь и сунет, тоже плоский, а ты, как бы, к этому вообще не готов. То есть ты знаешь, постоянно держать фокус. Ну, и тактику вот эту. Ну, это тяжело. Вот, хороший, хороший удар, вот такой вот. Хорошо, да. Девять семь? Там даже бить не обязательно. Срезочки вниз опускаешь, опускаешь, опускаешь. Вот. А физически кто сильнее, Серега или Жорик? Я, ну... Я думаю, Серега. Ну, так, ну, он и габаритнее. Да, Серега, как бы, так, поатлетичнее у него все-таки мышца, мышца видна. Может, он выносливее, чем Серега, но... Ну, так, я с ним тоже с Жориком разговаривал, он устает, он, говорит, я прям... Но Серега... Но он терпеливый за то, мне кажется. Но Серега больше терпеть, но он даже как-то интересует. То, что он в атаке, в атаке тяжелее играть просто физически. Ну, здесь, мне кажется, он вообще не устал как-то. Да. А Жорик? Жорик, как будто он устал. Устал, когда ты легкие выплевываешь. Устал. Когда ты улыбаешься, дышишь ровно. Да, он, Серега, все в прыжке выходит на заднюю линию, тоже такие энергии. Он пытается остро сыграть, пытается. У Жора, конечно, это решение... Он быстрее, он все равно... Быстрее намного, намного быстрее. Он хочет, да, вот, вот, про это. Видишь, он хочет выше-выше сыграть каждого, ладно? Ну, смотришь, здесь скорость Сереги, такое ощущение, как будто бы суперсерий. Смотришь, смотришь, смотришь. Да. Но Жорик явно он не успевает. Он прям за каждым валаном, то есть... Прям тянется, прям еле успевает. То есть, что, когда, вот, Оль? Да, вот как Жорику поднять скорость так лучше, как у Сереги сделать? Я думаю, спарринг у них плюс-минус одинаковый. У Сереги в Казани, у Жоры в Москве. То есть, это не первая четверка России. Ну, я думаю, Жорику надо и не только перемещение скорости. Это в голове, мне кажется. Удара, да, да. То есть, Серега типа хочет выше сыграть, хочет быстрее. Да, ты должен сам себя перестраивать на упражнениях. То есть, делать... Максимально. Да, максимально, да. Да, да, да. То есть, комбинации очень много таких нудных делать. Вообще, одиночку, я не знаю, как одиночку тренировать, Ирину. Чего вы меня спрашиваете? Как вы не знаешь? Ну, так не знаю. Тебя же тренировали, одиночку. Ты же одиночку. Для меня это вообще... Тебя тренировали. Говорят, с Азоновым будем одиночник велик. Все, кто слабаки, все в пару уходят, да? Да, а ты такой, не, я не хочу. Для него там бегать надо. Да, вот именно. А пару подачку подал прием, уже половина очков. Суму, шар высунул там. Все, партия закончили. Реально, нет. Реально, я смотрю на одиночников на мирового уровня. Да, я не понимаю, как ты можешь столько бегать. Это думаешь, как вообще ты это делаешь? Час, а не час на корте. Я просто помню свои часы. Я вообще... И потом еще на следующий день ты такой... Еще на следующий день, да, еще столько же, да. И потом... Сама с этим... Еще турниры потом постоянно. 11-9. Так, интересно. Так, начинается. Что такое? Начинается скоро классический. Классический, классический спор. Ну-ка, сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим. Челлендж. Аут. Аут был, да. А, кстати, судья на линии... Это не папа Сережа Сиранта. А, нет, нет, он на вышке, на вышке. Но его не посадили. Сисаныч Ивашин. Ой, плюется. Ну, недоволен. Вот это эмоции настоящие. Вот, неподдельные. Такие должны тоже быть у спортсмена. Она изменила решение или что? Она изменила, да, она изменила решение. То есть, видимо, на линии, да. Ну, я тоже, мы уже судьи этих обсуждали. Ну, да, ну зачем ты это делаешь? Я такие решения судьи, да. Зачем? Ну, там-то далеко тебе, ну, плохо, не видно. Ты в очках еще сидишь. Вот как она могла увидеть, что на той стороне... Да, нет, ты просто под таким ракурсом... Там вот попал вот так. Ну, вау. Ты под таким ракурсом... Она увидела, что Серега уверенно говорит, что там поле было. Бл***, парень брать не будет. Я думаю, что он уверенно говорит. Нет, ну это понятно, что он... Ты сидишь, ты судья, откуда ты лезешь вообще? Ну, просто такие... Не уверенно, скажи, вот судья у тебя есть. А мне еще нравится, знаете, что когда трибуны начинают голосовать, типа, нет, а? Ну да, да, да. Это влияет на судью? Нет, ну, во-первых, игрок может на судью надавить своим взглядом, видом. Да, она может там немножко, так, знаешь... Ну, это на такого судью, который засыпает. Хороший был правильной подставкой Жорика, но... И все, и он, как бы, видишь, он уже на судью показал, он немножко... Ну, вот сломала. Да, почему? Может быть, это тоже такой ход Сереги, то, что он знает, что Жорик может после таких моментов, он... Он может ломаться, да, и начать... Ну, нет, ну, кто-то, 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 как бы, так реагирует, да. Кто-то спокойно, кто-то... Кто-то на это все не реагирует, а кто-то вот начинает потом, видишь, об этом думать, еще несколько розыгрышей, два-три розыгрышей. Ну, это всегда выбивает, все равно всегда чуть-чуть выбивает. Мне кажется, иногда судья, допустим, изменил, лучше отдать и не спорить. Да, судья вообще не должен вмешиваться в таких моментах, я считаю. То есть здесь, здесь он, ну, неправильно она поступила. Так, вы что, мы сейчас перемотаем на 11.10? Да, мы сейчас будем смотреть перерыв. После перерыва что будет? После перерыва будет интересно. Обещаю. Смотрел? Ну, я, наверное, был вот так. Онлайн? 12.10, да, там небольшие были эти, то есть вот еще, в принципе... Да, подойдет. Такое ожидание. А вот Жорик сейчас, мне кажется, прибавил скорости. Да, чуть-чуть ускорился, но... А Серега поторопился. Ну, сыграно-сыграно было тоже так плохо, на самом деле. То есть, да, дал ему шанс забить, то есть Серега не попал просто. Вот эта китка, вот это вот... Ну, почему? Ну, потому что она тоже, видишь, она летела так близко к центру. То есть он надежнее сыграл, то есть она не к линии летела. Поэтому он, в принципе, Серега и решил ударить. Ну, быстро зато. Ну, быстро, да. Ну, 12.11, 12.11. Уже надо, как бы, возвращаться в игру потихонечку. Комбэк. Да, Жорик вообще ускорился. Жорик ускорился. Ты ему тренера, наверное, да? Ну, вот видишь, сколько Серега... Вот это, вот что было в высоко-далете? Вот куда он, да? Диаганат справа-направа. Ой-ой-ой, хорошо. Ну, достает, достает. Ну, тут уже... Ну, вот высокий справа-направа. Все, один неверный удар. Блоский. Вот это называется... Это называется дисциплина. Вот это называется дисциплина игровая. Когда ты должен постоянно... Вот в игре с такими игроками, как Серега, Серега, нужно думать о своих ударах, потому что он... Не прощаешь. Взорвется, да. Вот ты вот, если сыграешь неправильно, да. Все, блокируешь. Да, вот куда он сейчас диагональный бил, высокодалекий жор? Его просто ускорить, красиво. Вопрос тебе. Куда ты ускоришь? Куда ты ускоришь? Право-направо по плоской траектории. Ну, я согласен, я согласен. Ударь по центру смеш. Такой даже без прыжка просто отыгрыш. Ударь укорот по линии. Ударь высокодалекий по линии, чтобы быстрее валан летел. Ну, вариантов-то куча. То есть он ничего же ему не сделал. И Жорик вот упал два раза, тоже это сбивает очень сильно. Так, знаешь, и дыхание может быть, и все. Ну, это еще как перерыв, там уже будут протирать пока. Подставку проиграл. Недоброс. Ну, недоброс. Нет, нет. Тут хорошая подставка была от Сереги. Хорошая. То есть Жорик его хотел сейчас на сеточке переиграть. Ну, сразу показатель. Чуть недоброс до задней зоны. Серега прыгает и вкладывает по линии. 419. Тут уже срыв пошел такой, знаешь, и он думает... Он думает уже о чеховке. Ему плохо, да, уже. Первую партию проиграл. Надо же гонять. Жорик немножко нервничает. Не немножко, а прям недоволен собой. Три раза принял на сетку. Три раза подряд принял на сетку. Вот его коронка. Жорик, вот эти удары хорошие. Хорошие удары. Ну, медленно была, медленно была. Вот сейчас, наверное, надо было в линию отбрасывать. Ну, смотри, сейчас после перерыва, получается, это... Давай без спойлера. Так будет? Нет. Жора ускорился, да? И проиграл. И проиграл до очков, да. И проиграл до очков. Ну, полиска. Ну, видишь, он ускорился. То есть, ты понимаешь, ускорение... Ты можешь движение... Против себя, да, он ускорил. Либо ты делаешь быстрый удар, но человеку на ракетку тоже важно понимать. Вот, при партии, если только сейчас не случится какой-то очень серьезный перелом. Ну, сейчас Серега прохерил. Да, Серега, да. Ну, тут он уже, период уже чувствует, что как-то так уж... Расслабился, да, расслабился уже такой, как бы решил, оп, с такой, с этой... Да, он не забросил, просил, но больше. Тебе нужно забенять. А до Жори тоже какой-то спонсор на грудь налепить. Может, Бадминтенопер? Где их найти? Бадминтенопер может, Жори экспансировать? Да, Бадминтенопер все может. Всех может подставить. Вот, подставка отведу. Сейчас вовремя сделать подставку. Отлично было. Стал больше сетку играть, Жора. Да, да. Все на сетку, видишь, не поднимаешь. Не поднимаю, да. Вот его коронка, на сетке высоко и стреско. А Серега дал ему тоже сейчас возможность. А Серега-то обычно его назад давил, да. Жорик молодец, что он сыграл здесь этим. Короночный, Жорик. Молодец, что он решил рискнуть и сетку сыграть. Молодец, только рисковать, Жорик. Как мы смотрели этого Витисарна? Вот, наверное, что-то похоже надо делать. Да. Ну, понятно, что там... Нет, ну, тот-то держит. Да, да, понятно, что там немножко другие скорости и уровень. Но... Ну, вообще, это тоже не Сирант. Да, да, да. Как бы. Ну, по типу вот игры... Да, да, я имею в виду рисунок, рисунок, рисунок. У этого Витисарна, в принципе, атака-то примерно тоже такая. Она не супер мощная, да, но когда она вовремя, да, острая вот такая. Острая атака. К линиям хорошая, вовремя. Она проходит у него. Иногда это даже лучше, чем ты вкладываешься. Ты острый удар сделал, силы сохранил, потом вышел быстро на сетку высоко. Ударется несколько очков, в том числе и в атаке. И уже... Вот хороший удар. И вот. Вот линию отбросил. Вот отлично отбросил линию. Но сейчас-то аут. Да, да, сейчас точно. Сейчас уже чистим. То есть, потому что, когда ты по ходу человеку даешь движение, тоже он же быстрее бежит. Либо когда он делает небольшой челнок, вот этот вот переход через центр в линейный, получается, справа, допустим, подставки в правый угол выйти, сложнее, чем, допустим, справа подставки выйти на свой левый. Потому что ты сразу разворачиваешься, и в движении уже находишься, и уже корпус дает такой импульс. А здесь получается такой немножко разворот некомфортный приходится делать. Вот это попало. Попал уже, а? Хорошо. Пяничков подряд. Сейчас уже не торопился. То есть, может быть, Серега ему отдал. Нет, ну, смотри, Серега, Серега 3 очка проиграл тогда, как бы, плюс Жорик их забил, реально забил. И уже сам начинает допускать какие-то, уже когда ровный счет, он уже начинает нервничать. То есть, когда он, конечно, ведет там 3-4 очка, он король. А вот если вот его вводить в такой вот транс... Транс, потому что с Жора специально, да, это все. Вот, красавчик. И завелся, завелся. Все в атаке, все в атаке, все высоко сыграно, грамотно. Ну, Серега сейчас в пассиве, да? Надо брать партию. Ну, Серега, может, не ожидал, что так, так все развернется. Он уже по-хорошему доигрывал вторую партию. Ну, вот это тоже момент о психологии разговор. То есть, как бы, надо находить... Хотя иной раз такое происходит, ну, постоянно. Вот суперсерии вот мы смотрим, но это сплошь и рядом. Я не знаю, как бы, психология, не психология там. Ну, у всех игроков, неважно какой ты в мире, там, пятый, там, десятый, двадцатый, вот у каждого такие провалы просто случаются. Что это, с чем это связано? У кого-то чаще. Да, куча, куча, там, теории всего остального, но они происходят постоянно. Ну, расслабляются, потому что люди... То есть, конечно, да, может быть, один человек такого не бывает, что он, там, пять раз подряд, там, видя 16-11, проиграл. То есть, нет, конечно. Допустим, такие ситуации у... Да, Марин проиграл, Рочинок, со счета 18-10 в новой гонде. Ну, так там даже есть такие люди, со счета 18-10 или 18-11 проигрывают. О чем мы говорим? Сломаться можно очень легко. То есть, допустим, ты два-три очка так отдал, вот, на расслабухе, потом два очка он тебе забил, и все. И ты уже в минусе, ты уже, как бы, не знаешь, что делать. Ну, тут Серега немножко, тут Серега немножко... Наши девчонки красивые. Красивые, да, очень нарядные. Ай-яй-яй, барышня. Такой поддержкой, Жора, нужно быть. Конечно, у каждого своих. Да, Серега здесь немножко выдохнул, конечно. Ну, тут уже Жорик так, наверное, сказал. Он уже немножко, мне кажется, думает, что все близко. Я уже вырвался, догнал. И сейчас буду спокойно дожимать. Все за Жорика болеют. Ну, да, за Жорика. Ты же раз 7 подряд очков забил. Ну, вот и надо как-то, получается, взять этот матч и посмотреть, что ты делал в эти моменты, попробовать играть, сыграть вот так вот. Тут полез уже. Ой, перед Васильем. Это наш, да, методист. Наши болельщики. Да, весь Мэлс приехал поддерживать Мэлс. Поддержим. Да, народу, к сожалению. Вот. Так. Довольно. Чем только не понятно. Ну, все. Догнал. Вставочку по-любому поставил. Восемнадцать-восемнадцать. Менее проблематично. Опять, прям. Очень много на сетку Жора принимает. Очень много. Первый. Вот хороший отброс. Спокойно. Жора стал откидывать дальше. Все, розыгрыш продолжается. Здесь срезочку можно было сделать. Да, вот высоко-далекий. Ой, ой, ой. Ого. Нифига он наделал. Блин. Вот там взвеску. Как он взял там. Так нет, высоко-вот, вот-вот, вот-вот, куда-то, 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 ну зачем? Бам, сразу же. И ты уже, тебя уже наклоняешь. Блин. Серега хладнокровный здесь, сыграл, очень непоколебимый. Сейчас Жора три очка подряд проиграл, то есть вообще. Ну, кстати, это такая типичная игра. Ты вроде уже догнал, потом раз, опять, четыре очка проиграл, блин. Мы всех показали, всех просто. Все наши. Викусик. Все наши. Не, ну а ты, получается, ты на три розыгрыша зарядился, прям силу отдал, потом чуть-чуть как-то, видимо, отдыхать тоже надо. Ну, вот надо, видимо, тоже понимать эти моменты. То есть, допустим, ты забил, может быть, надо взять перерыв тебе, чтобы немножко как-то... А потом, знаешь, проиграешь и скажешь, зачем я взял перерыв. А потом, если не возьмешь перерыв, проиграешь, почему я не взял перерыв? Как это, блин? Это бадминтон. Это необъяснимо, ребят, это необъяснимо. Никто этому не даст никогда объяснение. Поэтому это и смотрится, поэтому эта игра не стареет. Если бы это все было понятно, как... Это рабочий, вы, не рабочий. Нараока. Нараока. Нараока, сейчас. Приехал. Ну, сейчас. В Раменское. На Спартакеану сыграл. Смотрите, кто пришел. Опа. Вот, так что, 19-19. Ну, сейчас-то надо включаться. Побольше бы, да, еще бы зрителя-то бы увидело. Ну, побольше чуть-чуть. Хороший Майсик. Да, да, и трансляции хорошие, еще все классно. Да на Мелзи-то это каждый день такие баталии происходит, что они все это видели. Но съемок нет таких там. Вот, вот он его подставки сейчас стал ставить, ответные, красавица. Красава, и... Отлично, отлично, отлично. Серега тащит, тащит. Почти плял. О, это папа, да, папа Жорец. Главный болельщик. Папа там всех заводит. Ну-ка, Саныч, на самом начале, на самом начале, смотрим. Смотри. О, он даже крикнул что-то. Красава. Ну, вот, видите, он ему на сетке вот прям рискнул два раза в концовке. Я вот только тоже, когда смотрел, я думал, Жор, ну давай рискни. И он прям рискнул, будто прям прочитал. Ну, тут делать-то нечего. Вторая партия, первую проиграл. Ну, тоже. А сейчас что, вот, рисковать или наоборот? Ну, почему нет? Ну, ты уже впереди. Ты уже, у тебя хотя бы сейчас есть право на ошибку. Ну, по-хорошему надо выигрывать, но как надо выигрывать? Может, выждать наоборот ошибку или самому рискнуть? Ну, тут, знаешь, как-то осознанно рисковать. Видишь, вот подставка, вот красавец. Вот здесь тоже рискнул, да. Ну, тут... Да, да. Ну, и жжжал. Он выиграл сетку, переиграл сетку. Да, заслужил, да. Ну, рискнул. Храбрых? Судьба любит храбрых. Да. Ну, мы, получается, что, третью посмотреть не будем? Да, третья партия, как бы, к сожалению, получилась касса. Ну, в принципе, начало, наверное, имеет смысл какое-то посмотреть, но... Ну, там где-то 10, 11 очков. Да, там очень мало. Может быть, Жора устал, может быть, как бы, именно вот психологически дался ему камбэк очень тяжело, и Серега вначале захватил 5-6 очков преимущества, а дальше уже второй камбэк такой совершить он не смог. Ну, ключевой момент игры мы посмотрели. Да, и на самом деле, вот на заметку взять тоже вот Жора, в принципе, вот после счета 16-11 он сыграл в тот бадминтон, который должен он играть против Сереги. Серега, конечно, дал ему шанс, да, это надо тоже отметить, но... Это не считается. Да, да, да. Далее шанс бери. Но Жориком воспользовался, воспользовался очень хорошо, поэтому... Так что, как-то так вот. Ну, что, тогда пишите, какие матчи разобрать еще, пишите комментарии. Вот, ждем, и матчи разберем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok